Это у нас Oukitel K4000+. Но суть не поменяется, даже если сброс будет K4000, и Pro, и все остальные версии. На Android 5.1 и выше, перед любыми манипуляциями, разбросы какие-то, прошивки, еще что-то такое. Необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать Google-скую учетную запись. В правом верхнем будет кнопка с тремя точками, выберите аккаунт. Если это не сделать, то сводите вот такое вот окно подтверждения аккаунта. Вам нужен будет старый аккаунт, который был введен реактивацией PlayMarket и пароль от него. На канале есть PlaySphere по Google, там есть универсальный способ под процессор, под MTK, под Spritron, под Qualcomm, где я показал, как под конкретный процессор подобрать способ разблокировки. Один из таких способов мы сейчас и на нем испробуем. Значит, сначала хочу показать рекаверирую, чтобы как вообще привести к этому сбросу настройки. Если, допустим, мы забыли графический ключ, плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать. Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери, меню из трех строчек и так далее. Он включился у нас, бросили питание, плюс держим. Загорелось, команды нет. Вот, кстати, если кому интересно, как вот эти штуки обойти, потому что клавиши тут не работают, то у меня на канале есть плейлист «Полезная». Ссылка на него есть также в описании. Там все самое интересное, важное, полезное, все вот эти лайфхаки по нашей с вами работе. Если кто-то так же, как я, связан с этой работой, прошивки, разблокировки, еще что-то такое, рекомендую к просмотру этот плейлист. «Питание» и «Вверх». Это была система, чтобы в кармане не зажать, ну, отслучайно нажать клавишу, чтобы не зажать и не удалить свои данные. Вот он, пожалуйста, Android 6.0. Кстати, сброс делали, знаете, почему? Сейчас вот начало сентября, я не знаю, когда ролик выйдет, может, по зиме, потому что очередь большая на публикацию. Сейчас какая-то третья-четвертая волна вируса через SMS, через MMS. Он приходит, блокирует, заменяет собой отправщик SMS, блокирует настройки, настройки больше не зайдешь, и их может вылечить через безопасный режим. Его я, кстати, тоже вам покажу. Прошивать мы его, наверное, не будем, потому что, что здесь прошивка, в принципе, нормальная, мы его только разблокируем. Вот, кстати, еще интересно, 6737M. Вот он, процессор MTK, он на 6737M. И сделали сброс настроек, потому что не смогли зайти в настройки, и словили такую блокировку, сэкономили, так сказать. Значит, выбираем Vibe Data Factory Reset, выбираем строчку «Езды летового юзера дата». Я выберу новый, потому что нет, нет, как бы необходимость его сбрасывать. У нас конкретная неисправность, блокировка, и уже сделали сброс. Вы выбираете «Да». У вас побегут строчки. Последняя строчка будет «Data Vibe Complete». Это будет означать успешное окончание сброса. После того, как он все сделает, он перекинет вас в предыдущее меню в самой рекавери, где нужно выбрать первую строчку «Reboot System Now», чтобы его перезагрузить, либо «Power Off», чтобы его выключить. Я сейчас ему «Reboot System Now» выберу, чтобы показать вам, как безопасный режим на нем включается. Вы выбираете «Power Off». И дальше вместе пойдем на комп, и на компе посмотрим. Безопасный режим включается двумя вариантами. Первый вариант – он загорелся. Отсчитали там 5-6 секунд, и зажимаете минус. И держите минус, пока он не включится, пока не увидите рабочий стол. Не одновременно минусы питания на выключенном аппарате. Он какой-то громкий. А включили, заставка какая-то прошла, пошла анимация. Вот, например, звук пошел. Минус зажали, и держите, пока он не включится, держите его до того. Второй способ попасть в безопасный режим. Просто по второму способу бывает, что он не дает этого сделать. Вы зажимаете питание, он дает окно с отключением. Долго держите на отключении питание, и он предложит вам перейти в безопасный режим. Перезагрузится, здесь будет надпись «Безопасный режим», и в этом режиме заводские программы включаются, а те, которые сторонние, те, которые поставили отдельно, не включаются. Вот такой нюанс. И можно бахнуть это приложение. Если кому про вирус интересно, на канале есть пол-лист «Антивирусы». И там есть два ролика, как быть, если есть безопасный режим, и как удалить вирус, если нет безопасный режим, например, если у вас Xiaomi. Телефон не подключаем, мы идем на компьютер. На компьютере мы сейчас поставим, покажу, где взять драйвера, прошивку, прошивальщик. Поставим дрова, настроим флорштул, и подключим в нужный момент, когда я скажу. Так, это у нас сейчас Asus, он будет следующим, пока мы до него не добрались. А мы гуглим... О, ё-моё, микрофон как далеко. Это был Asus, в общем. Гуглим тему нашего аппарата на 4 PDA. Так, это я уже... О, K4000+. Ну и добавим к ней, как обычно, 4 PDA. Значит, почему именно туда? Я сейчас не буду его прошивать, я вам только покажу, как это делается. А вообще мы снимем на нем блокировку. Идем в драйвера утилиты, скачиваем флэш-тол и МТК-драйверс. Вот даже, кстати, вот интересно, есть драйвер-автоинсталер, я им пользуюсь сам. Он вообще офигенный, это обычная программа, везде далее-далее со всем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, что-то ругается, по ссылке в описании есть мое видео. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, заново ставите, и мы тогда... Так, здесь что, ревизия? Привизия сейчас представим. И отключаем проверку цифровой подписи драйверов, и драйвер должен будет поставиться. Драйвера ставить у меня не стоят, я их ставить не буду. Вот она программа, вообще вам все на блюдечке тут положили. Так, что у нас тут про ревизию? Телефон имеет две ревизии, условно, первую и вторую. Определить, как это с вами зовут, первая ревизия 1.3, прошивка 1.5. На вторую можно только 1.5 и выше. Нам пофигу, потому что прошивать его не будет. А вы выбираете здесь, в разделе прошивки, в разделе официальной прошивки, выбираете ту, которая стоит у вас. Если у вас ревизия 1.3, то только 1.3. Если ревизия 2, то версию 1.5, либо 1.7. Теперь я, короче, беру вот это, 1.7, и качаю ее. Ну, естественно, я, сказать, сделал это заранее, флештул и все на свете. В корне диска C создайте папку, без русских букв и без пробелов. Пускай это у меня будет папка. Папка будет. Так, во-первых, драйвера я сюда положу. Вам для наглядности. Вот. И флештул. Флештул, ну, у меня будет 5.15, потому что телефон сам, ну, не сильно новый. Но вы имейте в виду, если у вас... Где тут? О, расположение. Имейте в виду, если у вас что-то поновее, то флештул надо тоже новее. Вот этот 5.15, этот, по-моему, 5.17 у меня. Если 5.15 не захочется это хавать, то придется 5.17, уже даже 5.18 есть. В общем, надо свежую качать. А также я сюда кладу прошивку. Так, это фигню для... Для чего? Это мы пагоду это вытравливать потом будут. Ладно, это не имеет отношения к делу. Открываем прошивку. И всю прошивку мы прям кладем в корень диска C в папку 3. Просто можете как бы и в ту папку, где вы все найдете. Просто со старых времен осталось так, что желательно, чтобы не было пробелов, лишних знаков, лишних букв. Бывают некоторые прошивальщики, особенно старые кнопочные телефоны. Им вот, блин, категорически надо, чтобы не было никаких пробелов. Бывало, даже пробелы нижним, подчеркивая, не приходилось заменять. Но нам, собственно, нужна не сама даже прошивка. Мы ее прошивать не будем, как я уже говорил. Вот драйвера. МТК драйвера в Тинцлер, который там был везде. Далее-далее и поставим. Цифровая подпись драйверов отключается на Windows 8, 8, 1, 10. На семерке все должно быть ровно. Так, Flash Tool. Соглашаемся. Открываем Flash Tool. В первую строчку файл МТК All-in-One. Если в инструкции не указано иного. А такое может быть. Вторую строчку скаттер файл. CoinDisk.c. Папка с прошивкой. Смотрим кучу галочек. Если нужна прошивка, нажмем Download. Подключаем выключен в состоянии телефон к компьютеру. Иногда надо, чтобы был Download-агент другой. Иногда надо зажимать минусы, подключать к компьютеру. Это мы все сейчас вместе с вами разберемся. Я пока не знаю. Я убрал все галочки. Иду во вкладку формат. Мануал формат Flash. А теперь возвращаюсь и иду в папку с прошивкой. Беру файл МТК Android Scatter. МТ чего-то там. Так, обновление пока не буду ставить. И в поиске забиваю FRP. Нахожу FRP. Выбираю один адрес. Который 0x6a. И забиваю его в верхнюю строчку. Нахожу второй адрес. Копирую. И забиваю во вторую строчку. То есть это начало блока. Откуда нужно его форматнуть. Этот гребаный блок. А это его размер. В телефон отключен на компьютер. Я нажимаю Start. И выключен в состоянии. В первый раз не зажимая никаких клавиш. Подключая к компьютеру. А вот если уже не пройдет. Тогда будем думать дальше. Так, ждем. Красная полоска. Отлично. И зеленая галочка. Все. Без клавиш. Иногда нужно зажать минус. Иногда нужно зажать плюс. Короче, вот такой есть момент. Здесь ничего не пришлось. Идем. Это все, ребята. Идем на камеру. Я вам включу телефон. Покажу, что все работает. Так, он у нас включился. Нет. Есть несъемная батарейка. Кстати, его нужно перезагрузить. Или вот как нам. Минусы питания на 7-10 секунд. И он перезагрузится. А это просто первое включение. Его по-хорошему надо, ну, как бы в зависшем состоянии. Потому что с ним же операцию какую-то делали. Поэтому нужно зажать минусы питания на 7-10 секунд. И он перезагрузится. На некоторых аппаратах просто питание подержал секунд 10. Ну, там, образно. Может 5 секунд. И все ровно. Ну, вот, мне проще минусы питания зажать на 7-10 секунд. И все будет отлично. Так как мы его сейчас не прошивали. Если прошивка или сброс, он дольше обычного, 10-15 минут будет включаться. Нас, нам проще. Мы только форматнули блок с информацией о ФРП. Нам сейчас останется пропустить Wi-Fi. Далее. Нет, Wi-Fi не даст пропустить. Потому что он у меня гробанный Wi-Fi уже подключил. Далее, далее. И окно, где он просил у нас надпись на устройство настройки по умолчанию, он нам даст пропустить. Только знаете что? Вот я, например, вижу, что здесь спецвозможности пытались включить. То есть пытались, видимо, ручками снять эту самую блокировку. Я вам вот что скажу. Я, когда вот так вот разблокирую, я... Вот он дает пропустить. Я никогда не отдам телефон, если он после кого-то вот так вот ковырялся. Я всегда его прошью. Если нет прошивки или какая-то головная боль, я его хотя бы сброшу. Но тот сброс настроек это несерьезно. Если вы делаете это за деньги и за это же надо гарантию давать, то лучше, ребята, его прошить. Тут, кстати, вот я зря все это настраиваю. Я все равно сейчас буду делать сброс. Не буду его даже, наверное, прошивать. Если будет тупить, тогда прошьем. Вы видели, прошивка есть. Вот. Делайте сброс, чтобы у всех вот эти следы от спецвозможности... Я, кстати, не знаю, это может быть в прошивке. Это может быть не спецвозможности даже. Может, я гоню. Чтобы все следы пребывания от другого человека все удалились. Вот такая ситуация. Все самое интересное, важное и полезное самого канала в полиции полезное. Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok